Деревня Кауровка, Касимовский район, Рязанская область, 2 километра от полигона ТБО, на который въезжает фура с московскими номерами. Через 7 минут еще один автомобиль поехал в сторону свалки. Видео было опубликовано в социальных сетях. По словам очевидцев, на полигон для отходов привезли именно московский мусор. Пользователи социальных сетей интересуются, неужели эти явления станут регулярными. Тут фуры ходили одна за одной. Нет, на стройку они не могли ехать, потому что ребята видели, что они поворачивали именно на свалку. У нас таких машин, в принципе, я и не видел. И они едут закрытые, покрытые. А я у них даже думал, а сколько же они рейсов за день делали? Четыре, пять, а может даже и больше. На полигон ТБО съемочную группу не пустили. Правда, и перед шлагбаумом удалось снять весь масштаб трагедии. На прямой вопрос журналиста, приезжали ли московские фуры, груженные мусором, местный охранник ответил просто – была не моя смена. Однако, по словам местных жителей, количество мусора на свалке за выходные заметно увеличилось. Ранее в СМИ поднималась тема, что московские власти ведут переговоры с руководством Рязанской области о вывозе мусора из столицы в наш регион. В тот момент представители регионального правительства ответили на этот вопрос отрицательно. 7 апреля в Касимове состоялось рабочее совещание под председательством вице-губернатора Рязанской области, первого заместителя председателя правительства Рязанской области Игоря Грекова с представителями ООО «Утилизация». Как выяснилось, этой фирмой с московской компанией был подписан договор на прием ТБО 7 апреля 2018 года. Руководитель компании заявил, что в дальнейшем сотрудничать с фирмами других регионов ООО «Утилизация» не планирует. И хоть кажется, что проблема с ввозом мусора решена, возникает другой вопрос. До того, как ситуация не стала освещена в средствах массовой информации, ни о каком договоре речи не было. Поэтому продолжится ли ввоз мусора на территорию Касимовского полигона, покажет время. Валерий Седов при поддержке Касимов ТВ.